Игорь, как я понимаю, вы эксперт широкого профиля, но здесь вы участвовали в сессии по кондитерским изделиям. Давайте начнем с того, как меняется этот рынок, что самое главное, что на нем происходит, какие проблемы, какие решения, как себя чувствует категория? Ну, во-первых, и самое главное, кондитерский рынок один из самых крупнейших продовольственных рынков России, ну, если брать по категориям. Я в свое время даже был поражен, когда я его начал изучать много лет назад, но вот в сегодняшних цифрах, представьте себе, объем рынка более чем 1 триллион 200 миллиардов рублей в год. То есть фактически продажа кондитерских изделий 120 миллиардов рублей ежемесячно. Это фантастический рынок, и он дает потрясающие возможности, великолепные перспективы практически для любого производителя. Ну, скажем так, такого вида рынка по объемам и по возможностям, ну, очень трудно себе представить. А вы изучали, как меняются предпочтения покупателей на этом рынке? Они меняются синхронно с предпочтениями на всех других рынках. Ведь покупатель один и тот же. Покупатель мяса, покупатель колбас, покупатель напитков, покупатель молока, покупатель кондитерка, это все та же самая женщина, домохозяйка, глава семьи, там, из двух детей, как минимум зачастую, и так далее. Она идет, и у нее в одной корзине лежит все. И поэтому тренды все те же самые. Она заботится о своем здоровье, она заботится о здоровье детей, она заботится о разнообразии, чтобы попробовать что-то новенькое, вкусненькое, необычное, порадовать, удивить, вознаградить себя за свою семейную работу. Надо же тоже получить подарок. И, кстати, кондитерские изделия здесь как раз лидируют. Вот, кстати, может быть, самое главное и единственное отличие кондитерских изделий, например, от колбас или от других товарных категорий заключается в том, что в кондитерских изделиях наивысшая доля так называемых импульсных покупок до 70%, а в некоторых подкатегориях до 80% покупок совершаются внезапно под воздействием того, как потребительница гуляла по торговому залу, увидела, про себя ахнула и сказала, конечно же, нужно ребенку, нужно мужу, ну, мужу вряд ли, а вот себе любимой обязательно. А вот когда вы изучали этот рынок, вы думали над тем, допустим, как бы себя могли вести производители-ритейлеры, чтобы вот эта импульсная покупка точно случилась? То есть есть ли какие-то условные лайфхаки, которые можно использовать, чтобы вот это точно произошло? Прекрасный вопрос. И это то, о чем мы обсуждаем с большинством наших клиентов, как с производителями, поставщиками, так и с ритейлерами. Нужно этот стимул, взгляд покупателя, ну, скажем так, спровоцировать, залегендировать. Ведь не каждый вспомнит о том, что у нее ребенок получил пятерку в школе. Ну, бежим, да, по магазину, 20 минут на покупки, ну, максимум 40, да, куча покупок надо сделать, дома еще куча дел, белье постирать, дырку зашить, в конце концов рубашку мужу погладить, ну, целый список дел, да. А, соответственно, то, что ребенок получил пятерку, и ему нужно за это купить шоколадку, это зачастую вылетает из головы. Поэтому элементарный совет. Представьте себе отдел вот этих шоколадок, небольших или побольше, неважно. И на нем несет большой плакат. Мальчик, девочка, школьница, отличница с дневником с пятеркой и сверху шоколадка. Поблагодарите ребенка за прекрасные успехи. И сразу же мы получим на определенный процент покупок больше. И мамочка схватится за голову. Конечно же, у меня вчера Ванечка получил пятерку. Надо же дать шоколадку. То есть это такой один из триггеров получается, да? Конечно. А то же самое и по поводу самой покупательницы. Один из важных триггеров – вознаградить себя, любимую, за ее усилия, за ее семейную, это сказать, суету, возблагодарить себя за то, что она сделала. Ну, например, да? Устали? Отдохните. И, соответственно, появляется рисунок какого-нибудь хорошего кондитерского десерта. И это тоже подскажет девушкам, что да, не только ребенка надо благодарить за пятерку, но и себя, любимую, за свои семейные усилия. Почему нет? Обязательно. Себя вообще нельзя забывать. Обязательно. Кстати, еще производители, по крайней мере, кондитерских изделий, с которыми мы общались, все сейчас поголовно говорят о том, что стоимость ингредиентов растет. Абсолютно точно. Цена растет. Абсолютно точно. Что вы можете по этому поводу сказать? Что сейчас происходит на рынке? Вообще реально ли остановить каким-либо образом этот рост цен? Рост цен в 2020 и в том числе в 2021 году особый определенный бич. И к этому надо отнестись как к определенному, ну, скажем так, природному, в определенной мере стихийному явлению, который не подконтролен. Но я приведу с вашего позволения парочку примеров. Из-за чего растут цены? Ну, вы, наверное, в курсе, это я так шучу, но в прошлом году у нас была пандемия ковид. И вы обязательно в курсе, что во всех странах объявили вакцинацию. Это означает, что примерно надо вколоть несколько миллиардов, минимум 4, максимум 6 миллиардов вакцин. А что такое вакцина? Это шприц, это тюбик, это оболочка. То есть это то, что сделано из пластика. Вдруг неожиданно в этом году на миллиарды единиц товара, миллиарды, возник новый спрос на пластик. А это значит что? Это означает, что этот пластик вынуждена силовым, силовым образом, государственные программы спасения людей все-таки, забрали этот пластик из других индустрий. Например, из кондитерки. Ведь мы же с вами знаем, во что упаковывается печенье, конфеты, шоколад. Это в том числе пластиковая упаковка, пластиковые коробочки. И сейчас все индустрии мира, все индустрии, разные товарные категории, в хорошем смысле слова, страдают от того, что за последний год, что за последний год вне плана произвели миллиарды вакцин, миллиарды масок, миллиарды халатов. И туда ушли все материалы, которые в том числе шли раньше на кондитерку. Из-за этого в том числе рост цен. Плюс проблемы с логистикой, с контейнерами, с перерезанными границами. Это тоже рост цен. Поэтому рост цен неизбежен. И к этому надо отнестись как с пониманием. Но можно ли с точки зрения производства и новых продуктов сражаться с этим? Конечно, можно. Конечно, можно. Наша страна, и в этом наша уникальная особенность российского рынка по сравнению с европейским и американским. Наша страна испытывает потрясающий интересный момент. У нас начинает формироваться, расти и расширяться спрос на товары так называемого премиального, дорогого сегмента. Это тот этап, который в Европе и в США прошли 30-40 лет тому назад. А мы сейчас в него только входим. Наш рост доходов, который замедлился во время кризиса, начинает сейчас, как говорится, испытывать первые шаги нового подъема. И люди начинают говорить, я не хочу просто шоколадку. Я хочу хорошую шоколадку, интересные формы, в хорошем сочетании, необычного вкуса, замечательные упаковки. И я готова за это заплатить не 100 рублей, а 130. И эти 30 рублей можно использовать на то, чтобы окупить и рост сырья, и дать человеку нечто экстра, дополнительное, то, чего он не видел раньше. И если мы с вами подойдем к полке, мы увидим, что ряд производителей очень четко поймали этот тренд. Начинают появляться новые товары в новых ценовых сегментах. Кстати, не путайте с ростом цен. Формально средняя цена на полке вырастает. Но не потому, что растут цены, точнее не только поэтому. Цена вырастает, потому что появляются шоколады, конфеты, коробки и так далее в более высоких ценовых сегментах, которые дают экстра ценность, некую важность для клиента. И это способ бороться с ростом цен, переходить в более высокую категорию. Интересная замена. Кстати говоря, очень важный момент, меня все спрашивают. Игорь, но этот же сегмент не бесконечен. Дорогой же сегмент не бесконечен. Да. Но что любопытно, этот сегмент в развитии рынка формируется минимум до 20% всего объема. То есть, если мы говорим, что наш рынок в этом году триллион двести миллиардов, то как минимум 250-300 миллиардов рублей может уйти на дорогой сегмент. Главное сделать ему хорошее предложение. Подать его правильно, залегендировать, разместить информацию о нем, сделать правильный маркетинг. Ну и самое главное, достойное качество. Качество должно отвечать данному посылу. Если вот обратиться к другим категориям, вот здесь в секции рыбы демонстрировался такой график, то есть, когда цена на рыбу поднимается, сразу продажи падают. Вот когда рост цен такой происходит, так все категории реагируют или это какая-то особенность рыбной категории? Абсолютно верно. Действительно, рост цен, особенно на коротком промежутке, тем более не просто рост цен, а в условиях негативных других факторов, он будет, конечно, приводить к падению продаж. Тем более, ведь очень часто это ведь не просто рост цены на рыбу, это одновременно рост цены на мясо, рост цены на овощи, рост цены на хлеб, ну и так далее, и так далее. То есть, это всегда целый комплекс факторов, нельзя выдергивать одну рыбу из общего комплекса. Поэтому потребители, естественно, психологически, в том числе негативно, реагируют на это, ну и снижают свои покупки, это само собой. Это нормально. Но, опять же, это не приговор. Это всего лишь навсего тяжелая ситуация. И если просто рост цен, то продажи падают. А если рост цен на базе дополнительных маркетинговых усилий. А если кто-то скажет, что чем больше омеги, тем больше выносливость. А если кто-то скажет, что чем больше рыбы, тем меньше вес. Я, кстати говоря, ничего не придумываю. К нам обратился один из стартапов в это тяжелое время, новый рыбный магазин. И сказал, Игорь, как нам расширить чеки? И нас вообще не пускают в торговые центры, задирают цены, там высокие аренды и так далее. И мы придумали для них большую серию постеров, где в том числе были изящные девушки с тонкой талией, где было написано, чем больше рыбы, тем меньше вес. Чем больше рыбы, тем меньше витаминов В. Чем больше витаминов В, тем больше выносливость и результат на работе. И вот целую эпопею, целый рассказ таких там порядка 5-6 больших постеров. Мы как только... Лично развешивал, было интересно. Как только мы это сделали, на следующий день стали расти чеки. А через месяц мне позвонил директор сети и сказал, Игорь, мы ведем теперь переговоры с торговым центром на других основаниях. Я говорю, на каких? Он просит нас не уходить, мы формируем трафик. Всего лишь месяц. Всего лишь месяц общения с покупателем. На языке покупателя, на языке его потребностей. Зачем нужна рыба? Дорогая рыба не нужна. А дорогая рыба, которая помогает контролировать вес, и повышать работоспособность, оказывается очень нужна. Это очень круто. Если резюмировать нашу беседу, то как вы думаете, куда рынок будет двигаться дальше? Какие бы советы вы могли бы дать всем участникам, независимо от, скажем, производителям, независимо от того, что именно они производят? Раз уж мы сегодня тут про производителей с вами говорим. Мы как раз на этой неделе делаем глубокую аналитику розничных продаж в России первого полугодия 2021 года. Я ее переприверяю. Я не поверил своим глазам во многих категориях. И в целом розничные продажи во втором квартале резко рванули вверх. Если это продлится еще один квартал, мы будем говорить о том, что 2021 год – это год высокого старта розницы после длительного периода стагнации. Возможно, потребители очнулись наверняка. Возможно, начали формироваться новые логистические каналы. И это тоже наверняка. И самое главное, я думаю, мы как менеджеры начинаем нащупывать новые инструменты прибыльного роста в новом рынке. Вот это очень главное. Поэтому основной момент – два. Первое – ожидать дальнейшего роста рынка. Я его увидел во втором квартале 2021 года. То есть готовиться к нему? И не просто готовиться, а изучать, осваивать и внедрять новые инструменты прибыльного роста. Потому что рост в триллионы рублей у нас с вами впереди, я уверен. Ну, мы посмотрим. Спасибо большое, что нашли время к нам заглянуть. Спасибо за прекрасные вопросы. Спасибо.